Коллеги, мастер-класс, собственно говоря, в том и заключается, что мы хотели бы показать вариант возможности работы безопасной для медицинской сестры, которая работает с цитостатиками. Прошу вас. Вот у нас есть уже установленный периферический катетер, и нам, собственно говоря, нужно убедиться в том, что возможно ли создать относительно закрытую систему, можно ли действительно уменьшить количество игл при работе. Ну что ж, Ольга Павловна нам сейчас покажет, каким образом можно собрать систему, которая будет самой закрытой. Прошу вас, у нас есть краситель, у нас даже есть халат для того, чтобы не испачкаться. Конечно, это замечательно, когда учреждение полностью снабжается прекрасной расходкой, когда есть возможность. Но поймите правильно, то, что будет показываться сейчас, вот сейчас Ольга Павловна у нас взяла специальный, как его называют, хвост, хотя есть имя у этого устройства, для того, чтобы подготовить препарат светочувствительный. Знаете, с чем мы столкнулись? Не волнуйтесь, пожалуйста. Коллеги, могу сказать одно, да, это очень волнительно и действительно очень переживательно. Кто сегодня выступал, я думаю, вы поддержите, да? Итак, готовится препарат. Обратите внимание, просто взят флакон, все, в принципе, закрыто, все утилизируется достаточно легко и просто, иголок при этом не используется по максимуму. При подготовке препарата использовали хвостик, я пока поработаю стойкой для системы, один подготовлен. Но когда у нас вводится схемой несколько препаратов, как у нас обычно это выглядит? Кучка флаконов, кучка, возможно, шприцев заготовленных, несколько систем, ну или одна система, через которую все это по очереди переливается, протыкается заново и проливается. И много претензий от Роспотребнадзора. Кстати, когда мы разрабатывали алгоритм, можно повесить на второй палец у меня, когда мы разрабатывали алгоритм, как раз одним из вопросов было, а можно ли будет защититься от претензий, от требований, которые выдвигают контролирующие организации? Можно, Наталья Викторовна, я правду говорю? Можно. Если документ разработан адекватно и правильно, если у нас с вами в работе... Не туда. Не волнуйтесь, Ольга Павловна, на самом деле все хорошо. Все хорошо, да, это человек, который сможет это все делать с закрытыми глазами, почему и позвала. Ну что ж, система заполняется, и в этой системе много-много-много таких веточек. Обратите внимание, для чего все эти веточки? Для того, чтобы можно было действительно подключать нужное количество флаконов. И обратите внимание, не вкалываться никуда дополнительно, Ольга Павловна, у вас рядом с рукой есть еще один портик. Вот этот самый портик для того, чтобы вводить препараты болюсно. Или делать какое-то промывание дополнительно, что-то подключить. Смотрите, сколько здесь вот этих ответвлений. На любую схему хватит, правда? И на то, чтобы что-то дополнительно ввести тоже. Поэтому действительно есть возможности безопасной работы. Если это правильно собирать, вот так вот, не в испуге перед публикой, то все получается адекватно. Я думаю, что на самом деле можно подойти потом к Ольге Павловне, она расскажет, как это выглядит по-настоящему. Как это выглядит по-настоящему для тех, кто не видел еще таких устройств и с ними не работал. Спасибо, Ольга Павловна. Это можно закрыть. Я хотела бы еще обратить ваше внимание сегодня на возможность работы с имплантированными портами. Спасибо большое. Для работы с имплантированным портом всегда используется специфическая игла. Никогда, вообще никогда нельзя работать с имплантированным портом обычными иголками. Вы же знаете, да, что у нас, в общем, затраты высокие на лечение. А у пациента, который еще и потратился, принес дорогостоящий препарат, например, какие претензии будут? При мне вливайте, а то замените. Бывает такое? Еще как бывает. Собственно, поэтому разрабатывается огромное количество устройств. Если будет интересно, кто еще не видел, подходите, все здесь покажу. Для работы с портом обязательно используются специальные иглы. Иглы сделаны не туннелирующие, не вырезающие. Почему? Видели, как выглядит порт? Видели, но не все. Давайте посмотрим живьем, как он выглядит. Вот такое вот небольшое устройство, которое вшивается где-то в карман под кожей, значит, достаточно глубоко под кожей пациента, которое имеет мембрану, силиконовую мембрану. Именно эту мембрану мы протыкаем, чтобы попасть в камеру порта. От порта, вот отсюда, вот идет далее сам катетер, который и уходит далее в сосуд пациента, в центральный сосуд, заметьте. Вот он идет от порта. Соответственно, каким образом работаем с портами? А ничего особенного. Все те же правила асептики, все та же обработка. И, кстати, берем на вооружение иногда методы радионклидных отделений. В каком плане? А можно нанести разметку маркером. Вот эта самая разметка, нанесенная маркером, точка, крестик на центр этого порта, на самом деле очень здорово помогает зачастую, особенно тогда, когда с портами народ работает нечасто. Здесь далее. Мы его должны для начала вообще найти, этот самый порт под кожей. Определиться, где его центр. Взять нужного размера иглу. Обратите внимание, ничего такого, чего вы не делали раньше, не происходит. Происходит все то же самое. Выбор иглы, выбор места, пункции. Нужно выбрать правильный размер, нужно выбрать правильное устройство. Простите, поторопилась. Нужно выбрать правильное устройство. Нужно правильно обработать, заполнить устройство, если оно имеет вот такой хвостик. И в центр имплантированного порта оно вкалывается строго перпендикулярно, под углом 90 градусов. Почему? Да для того, чтобы по максимуму сохранить мембрану. Ведь порт рассчитан на 2 тысячи, 2-3 тысячи вколов. Посчитайте, сколько можно вообще колоть, сколько по времени это займет. Игла сделана таким образом, чтобы ее удобно было именно с ней работать. То есть она под углом. И вот это вот колено как раз под указательный палец. Этим указательным пальцем мы направляем и помогаем воткнуться игле. Маркером того, что мы попали именно в камеру порта, будет как раз легкий стук иглы о противоположную стенку порта. То есть донышко камеры. То есть на самом деле вообще ничего особенного. Поэтому не надо пугаться таких пациентов, надо с ними только правильно работать. И ни в коем случае не нужно испортить оставшийся доступ, который на самом деле должен быть первым. Согласитесь, в онкологии у пациентов, которым предстоит несколько курсов химиотерапии, именно с этого надо начинать. Именно с этого. А не тогда, когда мы убили все вены, не тогда, когда у нас уже кровь не взять из вены, не осталось их у пациента. И только после этого создается центральный. Но это, как говорится, все-таки на выбор врача. Когда врач уговорил пациента, когда этому пациенту установили порт, а наша с вами задача сделать жизнь такого пациента максимально комфортной. Потому как, согласитесь, если у пациента к нам доброе расположение, то и у нас будет хорошее настроение. Чем меньше претензий мы выслушаем за свою работу, тем лучше нам живется. Спасибо, коллеги. Прошу, вы можете подойти сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ